Засекаю время и начнем нашу первую пятерку, на которой мы разомнемся, поймем, как это работает, и следующее слово будем запоминать еще быстрее. Первое слово будет слово «кулак». Представили себе кулак. Если вы правильно все делаете, ваши зрачки должны пойти вверх. Значит, вы хорошо представили и рассматриваете картинку. Потому что зоны, ответственные за визуальное конструирование, как раз заставляют наши зрачки идти вверх. Представили кулак. По-английски кулак будет «фист». Фист, на что похоже, как начало слово «фисташка». Поэтому представим, либо кулак, который состоит из фисташки, либо на каждой костяшке у нас по фисташке. Чем ярче картинка, нелепее, интереснее, веселее, тем не только интереснее, но тем на самом деле крепче будет нейронная связь. Представляем и проговариваем три раза, видя картинку, три раза «фист», «фист», «фист». Более ничего не делаем, никуда не записываем, никуда не смотрим. Идем дальше. Кирпич. Представили кирпич, нашли первую ассоциацию с кирпичом, которая пришла. У меня эти красные такие кирпичи, обожженные, как в детстве были. Кирпич по-английски будет «brick». «Brick» похоже на слово «брикет», как брикет мороженого. Я себе представляю стену из этих красных кирпичей, где каждый второй кирпич будет не кирпичом, а брикетом мороженого. Все это летом подтаивает, мороженое прям стекает по этим кирпичам, просаживается, где кирпичи сверху. Видим эту картинку, ярко себе представляем и проговариваем «brick», «brick», «brick». Третье слово будет слово «замок». Средневековый замок, вокруг рыцаря, ров. Замок будет «касл». «Касл» похоже на слово «каска» и на слово «касса». Я представляю себе, рядом с перекидным мостом стоит такая будка с кассиром, которая продает бейджик, билетик, каску. И все, кто приезжает в замок, покупают билетик, надевают каску, приезжают в замок. Представляем эту нелепую картину. «Касл», «касл», «касл». Следующее слово «парик». Первая социация с париком. У меня вот французские вот эти огромные парики. Видим этот парик. Парик будет «виг». «Виг» похоже на слово «виг вам». Кто может в парике сплести «виг вам»? Понятно, что только блохи и левши. Представляем себе парик, «виг вам». Такой маленький, еле заметный. Если расчистаться, вообще можно не заметить. Видим картинку. «Виг», «виг», «виг». Ну и, наконец, последнее слово из этой пятерки будет слово «мел». «Мел», который используют преподаватели, учителя. «Мел» будет «чок». «Чок» похоже на слово «чокаться», либо на слово «чокнутый». Давайте возьмем слово «чокаться». Мы любим преподавателей, у них корпоратив, рюмки, и там везде мел. Они выпивают, мелом закусывают. Представили, если у вас другая картинка, более интересная, более яркая, представляйте ее. Видим картинку. «Чок», «чок», «чок». У нас с вами пять слов. Они нигде не записаны у вас, только в голове. Теперь, для того, чтобы не потерять эту первичную связь, нам необходимо сделать этап первого повторения. То есть мы исправляем ошибки раз и несколько раз повторяем для закрепления два. Минимум нужно повторить три раза. Мы это сделаем. Три раза в каждую сторону. Я называю слово на русском. Жду пару секунд. Вы в это время представляете себе само слово, картинку, с нее считываете звучание и говорите. Если успеваете сделать до того, как я сказал, замечательно. Если нет, послушали, как это произносится, и либо переделали картинку, либо несколько раз повторили звучание. Поехали на практике. Слово «кулак». Вспоминаем. Кулак, фисташка, фист. Кирпич. Видим картинку. Брик. Замок. Касл. Парик. Виг. Ну и, наконец, мел. Чок. Если какие-то слова выпали, значит, недостаточно прочная связь сформировалась. Вы можете ее переделать. Сейчас мы еще раз повторим, чуть-чуть увеличив скорость, и потом еще раз на уже более высокой скорости. Причем в перемешку. Кирпич. Брик. Замок. Касл. Кулак. Фист. Парик. Виг. И мел. Чок. По началу вы будете действительно видеть картинку, с картинки считывать звучание и говорить его. Глазки будут идти наверх. При нескольких повторениях, 3, 5, 7, вы перестанете видеть картинку, вы будете быстрее вспоминать слово, нежели вспоминать картинку. Это то, к чему мы как раз стремимся. За 3 повторения это сделать сложно, особенно с первого раза, но если на некоторых словах у вас будет получаться, замечательно. Ну и третье повторение. Поехали. Кулак. Фист. Замок. Касл. Парик. Виг. Мел. Чок. И кирпич. Брик. Попробуем в обратную сторону. Виг. Парик. Чок. Мел. Фист. Кулак. Брик. Кирпич. И касл. Замок. Ощущение, что мы повторяем очень долго. На самом деле мы 3 раза повторяли с русского на иностранный. Что на самом деле сложнее, чем с иностранного на русский, как вы могли увидеть. Но нам нужно идти самым трудным путем, потому что нам чаще всего не удается вспомнить ни значение слова, когда мы читаем или слышим, а нам не удается его использовать. Поэтому с русского на иностранный, то есть то, что должно приходить в активный словарный запас, нам более важно и более актуально использовать. Ну что ж, давайте еще 5 слов запомним. Следующее слово будет сумочка. Кошелек, сумочка, такая маленькая женская сумочка. Будет пёрс. Пёрс похоже на слово пёс, поэтому такая сумка пёс, мохнатая, может лаять. Представляем. Пёрс, пёрс, пёрс. Слово грабить. Это уже глагол. Представляем себе действие, ограбление, либо в кафе, либо в банке. Грабить будет роб. Роб похоже на слово робот. Поэтому представим себе робота, либо из терминатора, либо из рыбокопа. Робот пришел, грабит. Робот, невозможно с ним не согласиться, не отдать ему всё, что есть, потому что робот. Роб, роб, роб. Следующее слово корона. Представили корону. Корона будет crown. Crown похоже на слово кран по первому слогу. Представляем, что у нас очень тяжелая корона. Мы её краном поднимаем, подъемным краном, и одеваем на голову. Crown, crown, crown. Пуля. Пуля будет bullet. Bullet похоже либо на английское слово bull, бык, либо на русское слово булка. Представляем себе, что пули, такие в виде батонов, пулки, такие беленькие, мягенькие. Bullet, bullet, bullet. Ну и, наконец, шахматы. По-английски будет chess. Chess похоже на чеснок, например. Чеснок с чем он ассоциируется? Играют в шахматы два вампира. Кто съедает фигуру, должен другой съесть её. Вот такие жестокие шахматы. Никто не хочет ничего съедать, разумеется. Chess, chess, chess. Ну что ж, мы знаем, как повторять. Давайте повторим. Сумочка. Purse. Грабить. Роб. Корона. Crown. Пуля. Bullet. И шахматы. Chess. Если в каком-то слове была ошибка, вы можете обратить внимание, что некоторые схвалы заканчиваются прекрасно, некоторые могут вылетать. Всё зависит от того, правильно ли вы сделали ассоциацию, правильно ли вы соединили в визуальное изображение. Ну что ж, ещё раз повторим. Грабить. Роб. Корона. Crown. Пуля. Bullet. Шахматы. Chess. И сумочка. Purse. Здесь мы сделаем два повторения в нарушении принципа трёх повторений. Повторим в обратную сторону. Crown. Корона. Chess. Шахматы. Bullet. Пуля. Purse. Сумочка. И роб. Грабить. Переходим к следующим словам. Десять слов – это уже здорово. Каждый день по десять слов вы могли бы за три месяца набрать объём, чтобы говорить за границей и жить, общаясь на базовые бытовые темы. Но нам этого мало. Давайте поймём, как запоминать и 15, и 20, и даже 100 слов за день. Следующий блок – колесо у автомобиля. Представляем колесо. По-английски будет wheel. Wheel, похоже на слово «вилы». Представьте, в неположенном месте припарковались, где-нибудь рядом с газоном, там фермер был, и выходите, а у вас в колесе вилы. И написано прямо на лобовом стекле. Ещё раз поставишь сюда, ну что-нибудь да написано. Плохого не будем. Wheel, wheel, wheel. Раз уж взяли машину, давайте возьмём мотор. Под капотом у нас мотор, по-английски engine. Engine похоже на инженер или джин. Тут оба слова подходят. Представляете, джин, инженер, на станции техобслуживания. Приходите, он говорит, три желания, всё остальное за деньги. Копается в моторе. Engine, engine, engine. Гусеница. Это уже не на машине, это уже на бронетранспортере или на тракторе. Гусеница будет caterpillar. Caterpillar. Кто знает, есть такая марка ботинок, обуви. Кто не знает, caterpillar похоже на слово cat вначале, как кот. Пилер, если вы не знаете, как переводится с английского, то можно русское. Звучание пилер похоже на пилить. Как кот, который пилит, пилит что? У нас должна же быть в ассоциации наша основа. И кот перепиливает гусеницу трактора или танка. Такой военный кот. Caterpillar, caterpillar, caterpillar. Ну и давайте ещё два слова. Первое будет сантехник. Прям очень нужное слово, но пускай будет. Сантехник будет пламя. Plumber от слова пламя. Вызвали сантехника, звонит он в дверь, открываете такой огненный сантехник в огне. Вы такой призрачный гонщик, весь в огне. Это призрачный сантехник с языками пламени. Plumber, plumber, plumber. Ну и наконец подушка. Если вы слово знаете, замечаете. Если не знаете, будет пилол. Пилол похоже на что? Опять же, мы уже такое слово похоже слышали, похоже на пилу. Бывают пуховые подушки, бывают какие-то ватные, с каким-то синтепоновые, а бывает пилол с пилами, такие торчат прям. Пилы. С утра просыпаешься, сразу видно, на какой стороне лица спал. Той, который нет. Pillow, pillow, pillow. Это если ворочаться. Можно не ворочаться, тогда будет менее заметно. Повторяем. Колесо. Wheel. Мотор. Engine. Гусеница. Caterpillar. Сантехник. Plumber. Подушка. Pillow. Заметьте, мы постоянно немножко увеличиваем длину слов. То есть, один слог, один-два слога, два-три слога. Чем длиннее слово с непривычки, тем сложнее. Но можно брать и более длинные слова. Еще раз повторим. Мотор. Engine. Если вы слово не вспомнили, во время того, как мы повторяем, прямо переделывайте ассоциацию. Либо придумывайте свою, либо более ярко представляете то, что предложил я. Колесо. Wheel. Мотор. Engine. Гусеница. Caterpillar. Сантехник. Plumber. И подушка. Pillow. И в обратную сторону. Три раза мы не повторяем, только первую пятерку мы повторяли. Для наглядности. Caterpillar. Гусеница. Engine. Мотор. Wheel. Колесо. Pillow. Подушка. И пламо. Сантехник. 15 слов. Замечательно. Еще 5, и мы сможем перейти к тому, как все эти 20 слов, а то и 50 и 100 выученных, вами перевести в активный навык разговора. Последняя пятерка. Собрались? Поехали. Слово созвездие. Когда много звезд, какая-нибудь там большая медведица, будет раз, лес, большая медведица. По-английски будет constellation. Constellation похоже на конь в начале. Stellation с тележкой. Представьте созвездие, которое звездами нарисован конь с тележкой. Грустный конь идет с тележкой. Constellation. 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 Отряд. Отряд, который военный, на английском языке, называется очень четко и понятно, называется troop. Труп. С чего бы они так назвали, не знаю. Но представляем себе труп. Ну, это же отряд. Трупы. Получается такой, как это, отряд зомби. Труп. 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 Швабра. Оно же глагол мыть шваброй. Потрясающе. Ни разу в жизни не использовал это слово в английском языке. Когда встречаешь это слово, знаешь, много читал, но никогда не использовал. Вот это из советских, из хэппи-инглиша много таких слов, потрясающих совершенно. Одно из них слово моп. Моп – это швабра. Но давайте запомним, вдруг вы решите учиться по хэппи-инглишу. Многие, миллионы людей эту методику проверили. Миллионы людей знают и доверяют ей на протяжении 10 лет с изучением в школе. Поэтому слово полезное понадобится моп. Моп похоже на слово мопс. Это собака. Как ее писать-то? Мопс как мопс. Привязываем ее скотчем к швабре. И так, начинаем вытирать ею пол. Помочили в воде, вытираем. Такая собачья швабра. Моп, моп, моп. Раз взяли уже швабру, нужна и акула, совершенно не связанные слова. Акула будет шарк. Шарк похоже на что? На слово шаркать. Представляю, акула, которая ночью идет по квартире, в чепчике, и шаркает ногами. У нее есть ноги, разумеется. Это же придуманная ассоциация. Шарк, шарк, шарк. И она может незаметно подкрасться. Практически не шаркая. Шарк, шарк, шарк. Ну и последнее слово кружка. Мы все знаем, что это кап. Но кап это чашка. Я сам недавно узнал разницу между кружкой и чашкой, потому что иногда слово маг встречается. Например, слово маги. Наверное, от слова кружка. У всех звучит точно так. Маг. Это большая такая кружка, супная. Маг похожа на русский язык. Маг. То есть дядька с волшебной палочкой. Берем кружку, кладем туда мага. Кружка большая, маг такой среднего роста. И заливаем кипятком. Наблюдаем за картиной. Повторяем. Маг, маг, маг. Получается такой вот суп из мага. Ну что ж, повторяем. Первое у нас длиннющее слово. Созвездие. Видим это созвездие коня Constellation. Если вы чувствуете, что слово очень длинное, звуки не похожи на русский, повторите просто несколько раз. Потому что слово маг, разумеется, запомнится с меньшего количества повторений, чем слово Constellation, Caterpillar, Engine и так далее. Второе слово. Отряд. Ярко себе представили. Труп, труп, труп. Можно здесь три раза повторять, можно один. Швабра или мыть шваброй будет моп. Акула будет. Шарк и кружка будет маг. Еще раз в обратном порядке. Кружка. Маг. Акула. Шарк. Мыть шваброй или швабра. Моп. Отряд. Труп. И созвездие. Констеллэйшн. В обратную сторону. Труп. Отряд. Моп. Швабра. Шарк. Акула. Маг. Кружка. Констеллэйшн. Созвездие. У нас с вами 20 слов. На самом деле вы скажете слова легкие или сложные. Мы с вами точно знаем, что в английском языке очень много слов похожих на русский. Типа конституция, конститюшн. Какие еще? Много таких. И многие слова произошли же, собственно, либо от английских, либо общий корень. И у английских общее происхождение и у русских. Так вот, здесь ни одного слова, которое похоже на русское звучание. То есть здесь нет конституции и конститюшн. Все они уникальные. Во-вторых, мы не использовали слова с одним корнем. Например, слово роб, как корень, грабить. Есть слово робри, ограбление, робер, грабитель и так далее. Вот как пламер. Но правда плам это слива. Это плохой пример. Вот. Поешь слив, станешь сантехником. То есть 20 слов, не похожих на русский, мы запомнили с вами за 18 минут. Да, это скорость не очень высокая. 60-65 слов в час пока что в качестве тренировки. Скорость до сотни иностранных слов вы можете догнать за первые несколько сотен слов. Да и даже 60 слов в час, если каждый день запоминать по 60 слов, то это почти 2000 слов за месяц. Ну и давайте все вместе повторим в разнобой эти слова, чтобы понять, запомнили мы их или нет. Вы загибайте пальцы, сколько у вас будет правильно. Давайте лучше загибать по ошибкам, ошибок будет меньше. Сколько слов вы не успели воспроизвести до тех пор, пока я их не сказал. Например, я сказал слово кулак, вы задумались. Я сказал фист, вы еще не придумали. Загибаем палец. Грабить. Роб. Кошелек. Или сумочка. Пёрс. Кулак. Уже был фист. Кирпич. Брик. Корона. Краун. Пуля. Буллет. Шахматы. Час. Мотор. Энджин. Колесо. Вилл. Гусеница. Кэтерпиллер. Сантехник. Пуамер. Подушка. Пиллоу. Кружка. Маг. Рыбин это большая. Акула. Шарк. Картинка есть. Слово нет. Швабра. Точно. Швабра. Моб. Отряд. Труп. Созвездие. Констеллэйшн. Мел. Чок. И, наконец, фарик. Виг. 20 слов. А, замок еще был. Замок. Касл. Напишите в чате, сколько слов, сколько ошибок у вас было. Я очень надеюсь, что будет написано 0. Ну, может быть, 1, 2 и 3. Самое интересное, что если большая часть слов у вас запомнилась, значит сам инструмент рабочий и просто необходимо сделать так, чтобы каждая связь формировалась правильно либо правильно вами исправлялась.